Вкладка «Рецензирование» содержит инструменты, которые помогут вам работать с документом вместе с другими пользователями. Ниже описано, как это сделать. Предположим, кто-то отправляет вам документ по электронной почте и запрашивает входные данные. Для начала сохраните его на компьютере. Затем откройте копию в программе Word. Как правильно оставить свой комментарий? Если бы это было на бумаге, можно было бы сделать запись на полях. В программе Word вы можете перейти на вкладку «Рецензирование» и выбрать «Создать примечание». Затем введите ваше примечание. Обратите внимание, в нем содержится ваше имя и время его создания. Примечания — это здорово. Они позволяют вам добавлять в документ идеи или мнения, не изменяя его. Вы можете скрыть их, нажав кнопку «Показать примечание». Но если вы хотите использовать более прямой подход, вы можете изменить текст непосредственно в самом документе. Но прежде чем это сделать, нажмите здесь, чтобы включить функцию регистрации исправлений. Смотрите, что происходит после внесения изменений. На полях появляется эта линия. Это новое представление в Word 2013 «Исправление». Нажмите на линию, и вы увидите, что изменилось. Удерживайте указатель мыши на изменениях, и вы увидите, кем они были внесены и когда. Еще раз нажмите линию, чтобы скрыть изменения. Преимущество функции регистрации исправлений в том, что она позволяет записать каждое изменение. Но если понадобится, все их можно будет отменить. Вы можете перемещать, копировать, удалять и вставлять текст, изменять форматирование, даже изменять картинки и вставлять объекты. А пользователь, отправивший вам документ, может просмотреть внесенные вами изменения и принять решение об их принятии или отклонении. После проверки документа на вкладке «Файл» выберите «Сохранить как». Затем сохраните его как новый файл, добавив свое имя в конце имени файла. Если необходимо отправить его назад отправителю по электронной почте, нажмите «Файл и общий доступ». Затем нажмите «Отправить по электронной почте» и «Отправить как вложение». В форме сообщения в строку «Кому» добавьте адрес электронной почты отправителя, введите сообщение и нажмите кнопку «Отправить». Далее вы узнаете, как отобразить изменения в документ с помощью функции регистрации исправлений. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...